День Города День Города Один из них находится на Михайловском шоссе. Это детский сад номер 34. Здесь планируется открытие 10 групп общеразвивающей направленности. Две из них для детей от 2 до 7 лет, пять групп для малышей от 3 до 5, и третья группа для детей постарше от 5 до 7 лет. Всего сад сможет принять около 250 воспитанников. Запись откроется с 1 декабря. На Михайловском шоссе появление такого дошкольного учреждения было необходимой мерой в связи со строительством целого жилого микрорайона. Социальными службами города проведена была серьезная работа по переформатированию детских дошкольных учреждений на детей двухлетнего возраста. Они порядка 14 групп дополнительных создали в действующей системе детских дошкольных учреждений для детей двухлетнего возраста. То есть немножко уменьшается количество детей старше 3 лет, которые нуждаются в детских садах. И за счет этого они переформатировали группы и создали дополнительные 16 группы. И это хороший показатель, потому что я уже называл цифры, значит, они достаточно красноречиво говорят о том, что программа, по сути дела, по соотношению количества детей и количества мест в детских дошкольных учреждениях, она сбалансирована. Второй объект находится на Первомайском проспекте. Детский сад номер 33 немного меньше. Он рассчитан примерно на 120 мест. Здесь будут заниматься дети от двух до шести лет. Учреждение будет оснащено всем необходимым. Оно практически полностью удовлетворит потребность в получении дошкольного образования детям, проживающим в этом районе. Запись в сад будет открыта уже с первого ноября. Детский сад на Михайловском шоссе в более высокой степени готовности. И там подрядчик, который обладает колоссальным опытом. И там сомнений у меня нет. Здесь я дал поручение, вот по этому детскому саду, дал поручение первому заместителю главы администрации города Трушкину Владимиру Владимировичу, что ежедневные оперативки здесь, ежедневные планерки. Второе, расписать весь остаточный объем работ по видам работ и с рабочей силой и со сроками, с тем, чтобы до Нового года подвести этот детский сад к сдаче. Это реально, но очень-очень надо напряженно работать и не допускать никаких сбоев. Мы не остановим нашу работу по детским дошкольным учреждениям в связи с закрытием уже программы федеральной, потому что у нас еще много детских дошкольных учреждений в Рязанской области, которые нуждаются либо в переоснащении, либо в капитальном ремонте. И мы будем за счет средств федерального бюджета, за счет средств бюджета муниципалитетов, будем продолжать эту работу с тем, чтобы все-таки систему дошкольного образования привести полностью все детские дошкольные учреждения во всех населенных пунктах должны отвечать современным требованиям к дошкольному образованию. Средства на строительство обоих садов выделялись из городского бюджета. Вместе с тем поступали субсидии и из федерального. Уже в начале следующего года оба учреждения откроют свои двери для юных рязанцев. Губернатор заявил, что со следующего года в рамках очередности начнутся работы по реконструкции школ города и области. Нехватка парковочных мест – одна из главных проблем современных городов. Машины оставляют во дворах и в неположенных местах, блокируя въезды и выезды. Альтернатива этому – платные автостоянки. Правда, данная услуга часто оказывается невостребованной. Рязанцы уже ощутили действие платных парковок в городе. В преимуществах и недостатках этой системы разбиралась наша съемочная группа. В торговом центре «Малина» подземная парковка работает со дня открытия. Здесь одно из самых оживленных мест города. Особенно много желающих оставить в этом районе свою машину в час пик. Однако не все посетители готовы воспользоваться данной услугой, несмотря на отсутствие платы в течение первых двух часов пребывания. Некоторые автомобилисты объясняют свое нежелание заезжать в подземку тем, что они приехали совсем ненадолго. Другие, наоборот, планируют оставить машину на более долгий срок. А тем временем вокруг «Малины» непрерывно ездят машины и образуются пробки. Два часа много, а когда на четыре часа уходишь, лучше поставить машину здесь, чтобы не платить. Если было четыре часа бесплатно, можно оставить здесь. Мы надолго. Мы бросаем машину надолго, и сейчас полдня будем гулять. Отдельная история с платной парковкой у вокзала «Рязань-1». Здесь уложен новый асфальт, установлено ограждение по периметру и ограничительные знаки. Таксисты, работавшие на привокзальной площади, выведены за ее территорию и отнесены к району Малого шоссе. В первое время, поясняют водители, подобная мера вызывала у них возмущение. Однако, сейчас они изменили свое мнение, клиентов от устройства парковки меньше не стало. Удобно, хорошо. А чем удобно? Расскажите. Ну, я заехал в сад и поехал. А за 15 минут, если не успеете, человек... Ну, 40 рублей за деньги, для нас. Такого мнения не разделяют автомобилисты. Они утверждают, что парковка практически пустует из-за высоких тарифов. Хотя здесь, как и везде, есть бесплатный лимит времени стоянки – 15 минут. Ну, естественно, выглядит она великолепно. Если бы для простого пешехода просто выглядит хорошо и приезжаешь в лицо города, да, тут был бардак. Но, если страна автолюбителя, то, конечно, неудобно. Деньги платить не хочется. Вообще неудобно. Почему? А почему удобно-то? Ну, с чего удобно-то? Тарифы дорогие? Вот, пожалуйста, дорога широкая, пусть остановка сделала. Ну, с чего удобно, если нагло загоняют на платную стоянку? Нагло его. В момент пребывания пассажирских поездов на стоянке собирается большое количество такси. Водители которых за этот промежуток времени должны посадить в автомобиль пассажиров, загрузить багаж и покинуть территорию через электронный шлагбаум. Парковка превращается в хаотично движущийся поток авто и беспрерывный сигнал клаксонов. Возмущаются еще некоторые из-за того, что как бы вот такие временно неоплачиваемые, которые стоят, устраивают тут затор, большая пробка получается. И те, которые не успевают на эти бесплатные минуты, они, в принципе, и возмущаются из-за того, что как так мы простояли здесь, из-за того, что скопилась очередь, нас обвиняют в этом, то, что очередь такая скопливается. И устраивают вот всякие такие кричалки. Работы по благоустройству при вокзальной площади велись за счет частного инвестора. Представитель фирмы разъяснил, что основная проблема возмущений кроется в обыкновенной необходимости привыкнуть к новой системе работы парковки. Примером тому могут быть аэровокзалы столицы, где пассажирский и автопоток в разы превышает рязанский трафик. Ведь, несмотря на такой недостаток, как оплата парковки, здесь есть и ряд преимуществ. Например, охрана безопасности оставляемых авто и надлежащий внешний вид первой площади города. Тем более, при предъявлении билета на пункте охраны цена за стоянку существенно ниже. С 350 она изменяется до 100 рублей за сутки парковки. Как часто у больших гипермаркетов мы наблюдаем картину, как брошенные на парковках пустые тележки оживают под воздействием ветра и наносят ущерб мирно оставленным автомобилям. Должен ли платить за нанесенный ущерб собственник магазина и тележек соответственно, выясняла Ольга Харламова. Безответственность людей всегда была и будет одной из главных бед. Примеров тому много, причем порой даже трудно понять, кто именно виноват. Например, приехал в супермаркет за продуктами, припарковал машину на стоянке, закупил все необходимое, вернулся, а авто поцарапано. Нет, не авария произошла. Причиной повреждения стала обычная продуктовая тележка. Кто-то, выгрузив покупки, оставил тележку на улице. Работники магазина еще не успели ее убрать. Подул ветер, и она скатилась к машине. Итог вмятины на авто. И кто виноват? Дирекция магазина? Его работники? Покупатели? Или вообще ветер? И таких случаев в нашем городе много. Понять, кто теперь будет оплачивать ремонт машины, трудно. Такое разбирательство может тянуться долго. Достаточно много ситуаций, когда человек, поставивший на парковку перед каким-то супермаркетом, может столкнуться с тем, что его машина повреждена. В результате, как в одном случае, ветер подул, эта тележка покатилась, ударила. А удары бывают такие, что и 10, и 20, и 30 тысяч рублей придется выкладывать для того, чтобы восстановить лакокрасочное покрытие или какой-то элемент кузова, который разбит в результате удара несколько десятков килограмм этой тележки. Отдельный супермаркет имеет, но не у нас почему-то в Рязанской области, информационные таблички, где написано, какая организация несет ответственность в случае причинения вреда. Или какие действия должен совершать сам покупатель по возврату этой таблички или по установке в какие-то места специализированные для того, чтобы ветер там или еще что-то не происходило с ними, и они не причиняли вред достаточно дорогостоящим автомобилям. Да, возможно, фраза «тележки атакуют» звучит смешно, но ведь так и получается. Платить за царапины и вмятины на машине, оставленные ими по недосмотру сотрудников магазина, навряд ли кто-то захочет. Но не тележке же счет предъявить. Если причинен вред вашему имуществу, то в соответствии с Гражданским кондексом вы вправе требовать возмещения вреда с организацией, которая несет ответственность за причинение вреда. В отдельных случаях стоит обращаться к администрации, ну и первично, конечно, чтобы они разъяснили, кто несет ответственность за причинение вреда. Многие центры имеют систему видеонаблюдения. Она достаточно обширная. По сути дела, вокруг супермаркета установлены видеокамеры, на которых можно увидеть, что происходило с вашей машиной. Вот такая ситуация. Получается, каждый раз, оставляя машину на стоянке, приходится думать о том, не появится ли на ней новая вмятина от тележки. Полицейские пресекли в одном из магазинов Рязани торговлю сотовыми телефонами известного бренда с признаками контрафактной продукции. В бутике крупного торгового центра, расположенного на окраине города, на реализацию были выставлены пять смартфонов с незаконным использованием логотипа известного производителя. Настоящий смартфон последнего поколения в наши дни игрушка довольно дорогая и очень неприятно, если его зарядное устройство почему-то отвергается другими аппаратами этой же марки. В отличие от доверчивых покупателей, техника чувствует подделку лучше. Инспекторы отдела регионального МВД, специализирующиеся по пресечению нарушений на потребительском рынке, получили от рязанцев информацию, что в одном из крупных торговых центров Рязани реализуют смартфоны, предположительно с признаками контрафактности. Рязанские полицейские проверили эти сведения и установили, что в одном из бутиков крупного торгового центра на реализацию были выставлены несколько смартфонов с признаками незаконного использования товарного знака известного производителя. Даже при беглом осмотре девайсы не выдерживают проверки. Меню странное, обложка так себе, программное обеспечение чужое, андроид. Идентичные на всех телефонах имей, которые должны на оригинальных телефонах быть отличны. Также качество, исполнение. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, а в отношении предпринимателя, организовавшего торговлю в указанном магазине, возбуждено административное расследование. В Рязанском медицинском университете открыли музей. Его экспозицию посвятили знаменитому рязанцу академику Николаю Кравкову. Первыми экскурсантами стали ведущие специалисты-фармакологи России, представители крупнейших научных центров и университетов России и Белоруссии, которые работают в эти дни на конференции, посвященной 150-летию знаменитого академика. О достижениях современной фармакологической науки говорят в Рязанском государственном медицинском университете имени Павлова. 22 октября в стенах вуза стартовала Всероссийская конференция молодых ученых, посвященная 150-летию со дня рождения академика Николая Кравкова. Здесь в рамках конференции открыли музей, посвященный знаменитому рязанцу. Важно, чтобы сюда приходили школьники, приходили студенты других вузов. Мы, безусловно, не должны забывать наших земляков. Мы должны помнить это, безусловно, музей, дань памяти нашему великому земляку Николаю Павловичу Кравкову. Динара Узбекова – доктор медицинских наук и профессор в фармакологии университета. Посвятила изучению жизни академика более 30 лет. Свой труд она публиковала в биографической книге о Николае Кравкове, и именно ее наработки положили начало созданию музея. Для университета это большое значение. В год 150-летия Николая Павловича Кравкова открытие такого музея – это просто история. Дело в том, что этот музей будет предназначен и для гостей, которые будут приезжать сюда, и для студентов, которых мы будем привозить в эту комнату. Они будут изучать труды Николая Павловича Кравкова, его вклад в мировую и отечественную науку. Сама профессора признается, что заинтересовалась научной деятельностью академика еще в далеком 1982 году. Будучи юной студенткой, она получила задание написать доклад об известном ученом. Тогда кафедра фармакологии еще только зарождалась. Мне очень нравится выражение Николая Павловича Кравкова. Эти слова он произносил в последней своей лекции, как напутствие студентам. В трудные минуты вашей жизни, при невзгодах и душевном смятении, уходите в науку, и это поможет вам обрести душевное равновесие. Особую ценность представляет для музея мундир Николая Кравкова. Он был выполнен в Москве по индивидуальному заказу, а ордена предоставили родственники ученого. Николай Кравков родился в Рязани 150 лет назад. Он известен как основоположник отечественной фармакологии. Автор первого учебника по фармакологии, который выдержал 14 изданий. По нему училось первое поколение врачей. Кравков – автор революционных для своего времени методов, которыми пользуется до сих пор. В их числе создание внутривенного наркоза, который впоследствии назвали русским наркозом. Кравков заведовал кафедрой фармакологии Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Научная школа и поныне продолжает его идеи. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин